На дно этой баночки мы положили клетчатую сетку, а сверху налили воду. Опустим на поверхность воды круглый плотик из пеноплекса. Посмотрите, как исказился сетчатый рисунок вблизи плотика. Дело в том, что рядом с плотиком вода из-за поверхностного натяжения приподнялась в форме мениска, и эта изогнутая поверхность воды отклоняет лучи нашего зрения. Положим на воду еще один плотик, и они устремляются друг к другу, так что слепание происходит очень быстро. Заменим круглые плотики прямоугольными. Здесь сближение происходит еще быстрее. Обычно считают, что плотики притягиваются друг к другу силами поверхностного натяжения воды. Разберемся, так ли это. Нарисуем два плотика, плавающие рядом друг с другом, и изогнутую поверхность воды рядом с ними. Пусть плотики хорошо смачиваются водой. Тогда силы поверхностного натяжения, действующие на них со стороны воды, направлены вниз, и они никак не могут двигать плотики в горизонтальном направлении. Какая сила их в таком случае толкает друг к другу? Дело в том, что между плотиками вода поднимается выше, как в капилляре. Давление воды внутри капилляра меньше атмосферного, и сила этого давления расталкивает плотики. А снаружи на плотике действует сила атмосферного давления, и она перевешивает. Так что поверхностное натяжение не притягивает плотики напрямую, но дает проявить себя силам давления. А теперь я положу на воду небольшой металлический кружок. Посмотрите, как сильно он прогибает водную поверхность. Но почему он не тонет? Вы думаете, его держат силы поверхностного натяжения? С этим мы сейчас тоже разберемся. Но сначала я положу на воду второй такой же кружок, и, конечно же, кружки опять притягиваются друг к другу. На кружок в нашем опыте действует сила тяжести в 7 мН. А оценка силы поверхностного натяжения дает только 3,5 мН. И ее не хватает, чтобы поддерживать кружок на плаву. Но у поверхностного натяжения есть и другая роль. Оно создает мениск, который не дает воде затечь под кружок. Кружок превращается в своеобразный кораблик с водяными бортами. И его поддерживает на плаву гидростатическое давление воды, создающее выталкивающую Архимедову силу. А когда на воде лежат два кружка, они наклоняются навстречу друг другу. И у поддерживающих сил появляется горизонтальная составляющая, вызывающая притяжение плавающих дисков друг к другу. Наконец, сделаем еще один опыт. Заполним этот бокал до краев, чтобы наверху получился выпуклый мениск. А теперь положим в него шарик для настольного тенниса. Мы видим, что большой мениск выступает над краем бокала. И мы видим еще один вогнутый мениск, который примыкает к самому шарику. А теперь посмотрите. Шарик стоит посредине. И когда я пододвигаю его к краю бокала, он отталкивается от него и возвращается в центр. Подумайте и объясните, почему так получается.